Добрый вечер, мои подписчики, канал на YouTube. Не курите, это вредно. Итак, темной арцарской ночью светила только луна. Три армянских командос, Ашот, Сивак и Аванес, вероломно нарушили линию соприкосновения. Миротворцы кричали, нет, не делайте этого, миру, миру армянам деньги. Но те с криком АРЭШ открыли огонь по позициям азербайджанцев. Именно так выглядит отчет миротворцев о том, что армянская сторона мелким соединением в числе трех человек нарушила линию соприкосновения, потеряла азербайджанские позиции. Понимаете, вот это фигурирует в официальном отчете. Я хочу спросить, ребят, вам не смешно, вам сейчас забива. Но армянская сторона, азербайджанская сторона превосхода в три раза. И армяне, миротворцы, будут наезжать в кого-то драконичь, вот вы сами в это верите. А на самом деле было как, поясняю ситуацию. По всему периметру протяжения границы, несмотря на все потруги миротворцев о том, чтобы развести конфликтующие стороны, азербайджанская сторона продолжает провокацию и деэскалацию конфликтов. На них уже не действуют словесные предупреждения миротворческого контингента. Уже идут угрозы, остановят отводцев о том, что будет начинала операция принуждения к азербайджану, к миру. И вот в этой ситуации выглядит смешно, и сводка Минобороны, чтобы уравнять. Вот мы же выявили, что азербайджан нарушил. Давайте сделаем так, что немножечко нарушил армян. То есть втроем атаковало, так чуть-чуть, как говорится. Ну, поэтому, что я могу сказать? В этом регионе не будет порядка, пока мы будем равнять армян и азербайджанцев. Армяне – это мирный народ, народ-созидатель. Я не хочу ни в коем случае оскорбить на азербайджанский народ. Но надо понять одно. У власти в Азербайджане сейчас находится такой мини-Гитлер, как говорится. Вот, если его вовремя не щелкнуть по носу, как говорится, он не успокоится. Слова он не понимает. В лицо он говорит об одном, на самом деле делает другое. Поэтому, товарищи миротворцы, активнее, пожалуйста. И запомните, на Гитлера не действовали никогда слова, на него подействовали только оружие.